На основе изучения впервые введенных в оборот японских архивных источников, секретных докладов японских спецслужб, автор рассматривает процесс формирования в прилегающих к российскому Дальнему Востоку районах Маньчжурии антияпонских и коммунистических организаций, обусловленной влиянием гражданской войны и борьбы против японской интервенции на востоке российского государства. Корейские националисты Маньчжурии, стремившиеся освободить Корею от колониального гнета-японии, видели в России столкнувшись с японской агрессией естественного союзника. Переход на рельсы коммунистической идеологии для одних националистов был вынужденной платой за услуги могучего спонсора, для других закономерной коалиции с близкими по духу российскими большевиками. Под воздействием революционных событий на советском Дальнем Востоке многие члены националистических обществ переходили в коммунистические организации, а сами националистические группировки становились менее радикальными. Катализатором этого процесса послужило усиление репрессии администрации Джан-Зо Линя против леворадикальных и коммунистических организаций Маньчжурии, проведение Джан-Зо Линем антисоветского курса внешней политики. Определенную роль сыграло расформирование корейских партизанских отрядов на территории Советского Дальнего Востока после изгнания интервентов и восстановления советской власти на территории СССР. Часть корейских партизан вступила в Красную Армию, остальные вернулись в Маньчжурию для продолжения антияпонской борьбы. Наряду с переносом акцента в интернациональной помощи СССР в национально-осводительной борьбе корейского народа на содействие коммунистическим организациям, это в определенной степени ускорило поляризацию в лагере антияпонских бойцов, оконтуривание его двух отрядов – коммунистов и националистов.